Добрый вечер, дорогие друзья! Вновь мы встречаемся с вами на нашей лекции о композиторах. Сегодня мы поговорим с вами о таком композиторе, как Брамс. Современники Брамса, впрочем, как и поздние критики, считают композитора одновременно новатором и традиционалистом. Его музыка по своей структуре и приемам обнаруживала преемственность от Баха. Вообще, я об этом говорила в самый раз, когда была лекция о Бахе, что очень многие композиторы черпали от Баха какие-то приемы, и вообще были последователи что ли Баха. Современники, хотя находили произведения немецкого романтика, слишком академичными. Но сейчас я бы хотела вам рассказать о его краткой биографии, и также вы послушаете сегодня два произведения такой «Картанцы» и одну из самых известных по идее. Ну, об этом чуть позже. Итак, внешняя биография Иоганнеса Барамса ничем не примечательна. Он родился 7 мая 1833 года в одном из самых бедных кварталов Гамбурга в семье музыканта. Его отец был музыкантом, он играл на контрабасе, и также он мог играть на всех струнных инструментах, и плюс на одном духовом балторне. Но как музыкант он был не очень талантливый, то есть он был средний музыкант, и, в общем, ничем не был бы примечателен. И поскольку у них была очень сложная и бедная жизнь, то маленький Грамс, он как раз зарабатывал тем, что он играл в барах, на инструменте, как его отец тоже подрабатывал. В младшем сыне рано проявился этот талант, который начал развивать. И отец представил Иоганнеса своему другу, пианисту, когда мальчику исполнилось 7 лет. Обучая Иоганнеса техники игры на фортепиано, ему привили стремление познавать в музыке ее сущность. И уже через 3 года Иоганнес впервые в жизни сыграет на публике, вы не поверите, что, квинтет Битковина и фортепиано, и концерт Моцарта. То есть, вот такой буквально резкий скачок, что за 3 года он уже мог играть концерт. Просто вот представьте, обучение в детской музыкальной школе или по английской системе длится, например, 8 лет или 7 лет. И не всегда ученики могут достичь таких успехов в технике, и не только в технике, но в музыкальном выражении, или чтобы сыграть, например, концерт. Тут вот спустя только 3 года обучения, причем с нуля, уже вот такой результат. И этот преподаватель предлагает, ой, представляет юного Иоганнеса лучшему учителю музыки в Гамбурге после этого концерта. И услышав талантливую игру будущего композитора, Марксин предложил бесплатно заниматься с ним вот обучением. Это вполне удовлетворило оправданный в их бедственном положении денежный интерес родителей, и они согласились заниматься. Новый учитель Иоганнеса занимался с ним по классу фортепиано, особое внимание уделяя изучению музыки Баха. Как я уже говорила, еще раз повторюсь, что все у нас происходит от музыки Баха. Это, я считаю, основоположник всего. И он, конечно, преподаватель, поддержал наклонности маленького мальчика к композиторству, к сочинительству. Тоже по поводу композиторства хочу отметить, что есть люди, которые не склонны, например, импровизировать, которые не могут сочинять. Вот перед вами сидит пример. Я не импровизирую, я не сочиняю музыку. Есть и другой тип музыкантов, которые могут импровизировать и играть. А есть еще третий тип музыкантов, которые, например, только сочиняют, и они не очень владеют музыкальным инструментом. А может быть и наоборот. То есть это вот все очень разнообразно. Так вот, как я уже говорила ранее, Иоганнес был вынужден зарабатывать на корку хлеба вечерней игрой в прокуренных помещениях, барах и таверн. В дневное время он занимался со своим преподавателем. И такая нагрузка, конечно, отобразилась на незалелом организме Иоганнеса не очень хорошо. И как у него было слабое здоровье, я буду его еще ослаблять. На самом деле, чтобы, например, в школе при консерватории, чтобы добиться каких-то результатов и соответствовать уровню класса, потому что, например, пианистов у нас было 25 человек, нужно было каждый день заниматься по 6 часов, по 8 часов, некоторые еще больше занимались. То есть ты просто сидишь, отрабатываешь технику. Поэтому, если у вас нет финансовой поддержки какой-либо, соответственно, это очень плохо, когда ребенок приходит еще подрабатывать. Хотя исполнять это должно приносить удовольствие, музыку. Ну, если это маленькие мальчики, это прокуренный барк, когда ты держишь эти детки, конечно, это нехорошо сталкивается на здоровье. Про творческие знакомства хотела бы сказать, что манера держаться выделяла Брамса среди его сверстников. Он отличался не той вольностью поведения, присущей многим творческим натурам. Напротив, юноша казался остраненным от всего происходящего вокруг и всецело был поглощен внутренним содержанием. Ну, согласитесь, что есть такие замкнутые гении, которые, они живут в собственном мире, и они очень, например, строгие, не понимают как-то вольности. Увлечение философией и литературой делали его еще более одиноким, круглогамбургским знакомым. И Брамс принимает решение уехать из родного города. В последующие годы он знакомится со множеством выдающихся личностей в музыкальном мире того времени. Венгерский стрипаж, которым был два года, и личный контрактмистер короля, плюс Ференс Лис и, наконец, Роберт Шуман – это люди одни за другим, которые появились в жизни молодого Иоганнесса всего лишь в течение одного года. И каждый из них сыграл роль в становлении будущего композитора. Иохим стал близким другом Брамса до конца жизни. Именно по его рекомендациям в 1853 году Иоганнесс побывал в Дуссельдорфе у Шумана. Услышав игру последнего, восторженный Брамс, не дожидаясь приглашения, исполнил перед ним несколько своих сочинений. Иоганнесс стал желанным гостем Дона Роберта и Клары Шуман, потрясенных Брамсом и как музыкантом, и как человеком. Две недели общения с творческой чтой стали поборотным моментом в жизни молодого композитора. Шуман всячески старался поддержать друга, популяризируя его творчество в высших музыкальных руках того времени. Через несколько месяцев Иоганнесс возвращается с Дуссельдорфом в Гамбург, помогает родителям, расширяя круг своих знакомых в доме Иохима. Здесь он познакомился с Ханцером фон Булловым, известным пианистом и дирижером того времени. И 1 марта тот публично исполнил сочинение Брамса. Брамс уже благодаря знакомству, это обычно всегда так происходит в жизни у любого человека, что наше знакомство это наше все, не имеет 100 рублей, имеет 100 друзей, говорит пословица, поговорка, что знакомство это наше все. И, конечно, круг нашего общения определяет становление личности, это, конечно, бессонно. В июле 1856 года Шуман, долгое время страдавший от психического расстройства, умирает. Переживание утраты глубоко уважаемого друга породило в душе Брамса желание высказаться в музыке. И он начинает работать над знаменитым немецким третий. Брамс мечтал получить хорошее место в Гамбурге, чтобы жить и работать в родном городе. Однако ему там ничего не предлагали. Тогда, в 1862 году, он решает переехать в Белу, надеясь своими успехами в музыкальной столице мира произвести впечатление на гамбургскую публику, общественность и завоевать благосклонность к себе. А Бенни он быстро получил признание и был весьма доволен этим. Но о своей гамбургской мечте он никогда не забывал. В 1865 году к Бенни пришла весть о смерти его матери, которую Брамс очень тяжело переживал. Как истинно творческая натура, каждое эмоциональное потрясение он переводил в ноты, в бумагу, он сочинял. Смерть матери подтолкнула его к продолжению и завершению немецкого рейхима, ставшего впоследствии особым явлением в европейской пластике. На пасху 1868 года он впервые представил свое творение в главном соборе Брэмена. И успех был ошеломительный. В 1871 году Брамс снимает квартиру в Бенни, ставшую его относительно постоянным местом жительства до конца жизни. Нужно признать, что ввиду своей возрастающей с годами эгоцентричности Брамс обладал редким талантом отталкивать людей, как ни странно. Ну, я вам об этом расскажу дальше, когда мы будем перебирать список его возлюбленных. Ведь Брамс за всю жизнь так и не степил себя вызовом брака и детей на планете. Даже есть шутка такая, Брамс охотно помогал всегда в помощи людям, кто нуждался в ней, и делал это все от чистого сердца. И он симпатизировал чешскому композитору Дворжику, с которым познакомился в Праге и полюбил всей душой. Брамс настаивал, чтобы Дворжик приехал в Бенни и обещал помочь ему там найти работу. Дворжик сомневался в успехе этого предприятия и отказался, пославшись на то, что жизнь в Праге гораздо дешевле. На что Брамс возразил, пусть вас это не беспокоит, вы вполне можете рассчитывать на меня. Дело в том, дорогой Антонин, что у меня есть состояние, но нет детей, а заводить их на старости лет уже поздно. Вы меня хотите усыновить? И ты смеялся Дворжик. То есть, вот даже если такой мини-анекдот на эту тему, что детей у него не было, к сожалению, он себя цело просветил музыке. Но у него было очень много подлюбленных, о которых я вам расскажу чуть позже. Летокомпозитор любил проводить в курортных городах, находя там не только целебный воздух, но и вдохновение для новых произведений. Зимой же он давал концерты книги как исполнитель и как дирижер. В последние годы Брамс все больше углублялся в себя, становился угрюмым и мрачным. Он не писал теперь больших произведений, а как бы подводил итог своего творчества. Последний раз он появился на публике, исполняя свою четвертую симфонию. Вообще, хочу сказать, что у Брамса около 80 произведений, это не так много по сравнению, если вы помните, сколько другие композиторы писали, у него 80, и симфонии у него всего 4, хотя они тоже очень известны, это я считаю об их творчестве. Вот он исполнял свою четвертую симфонию, последний раз, когда появился на публике. Весной 1897 года Брамс умер, оставив миру бессмертные партитуры и общество любителей музыки. День похорон, флаги на всех кораблях в Грамбургской парту были приспущены. Ну, и сейчас я бы хотела, Рдвей, такую грустную концовку музыкой его, и я вам исполню венгерский танец. У Брамса есть несколько венгерских танцев, они все вам будут известны на слух, я уверена, просто может, никто не знал, что это именно Брамса, что это произведение, но они очень известны, их исполняют и с разными инструментами, и в четыре руки могут быть есть переложения на скрипке. В общем, все, что вы можете себе представить, можно переложить на самом деле музыку Брамса для любого инструмента. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, я думаю, что вы все узнали эту музыку, очень известную. Даже я люблю играть это в четыре руки или со стрипкой. Сейчас я хотела бы рассказать некоторые известные, ну, то есть удивительные, как интересные факты его биографии. Что первый сольный концерт состоялся в 1848 году из-за исполнении Фуги Баха, а также работ Маркинсона и его современника. Состоявшийся концерт никак не выделил 16-летнего, будучи среди местных и зарубежных исполнителей. И это утвердило и Ганса в мысли, что роль исполнителя не его призвание, и побудило целеустремленно заняться сочинением своих произведений. Первое произведение Брамса, это соната, фа диез минор, было написано в 1852 году. Впервые он издал свои сочинения под собственным именем в лифте, и это было в 1853 году. Схожесть произведения Брамса с поздним Гитковидом была замечена еще в 1853 году, о чем было упомянено в письме. Первая высокая должность в жизни Брамса была в королевстве преподавать принцессе Фредерике игру на фортепиано, руководить предборным хором и как пианист выступать с концертами. Премьера первого концерта для фортепиано, состоявшейся в Гамбурге 2 января 1859 года, была воспринята весьма холодно. На втором концерте он был вообще с Вистом, и Брамс описал Иохиму, что его игра была блестящим и решительным провалом. Вот так он написал. Осенью в 1862 году Брамс посещает Вену, в которой в последствии Вену становится его вторым домом и родиной. Первая симфония Брамса увидела свет в 1876 году, однако начал он ее писать в начале 60-х, то есть представьте это почти 16 лет, 20 лет, когда он сочиняет одну первую симфонию. Им оно было представлено в Вене, и также ее нарекли первую симфонию Брамса, нарекли десятую симфонию Битковина. Ремье познакомил Брамса в цыганской народной музыке в стиле Чардаш, и вот эту мелодию, мотивы, они легли в основу самых его популярных произведений, в том числе и венгерских танцев. Мы как раз только что прослушали венгерский танец номер 5 Брамса. Что еще можно сказать? Я бы хотела порекомендовать вам посмотреть авторский цикл передач «Партитуры не горят». В России было снято эта история о бородатом гадьке, так скажем в кавычках, его произведения и малоизвестных подробностях личной жизни. Автор передач живо и интересно рассказывает о Брамсе, и также в этом фильме звучит музыка композитора, показанные места с его жизнью. Это, я думаю, вам будет очень интересно. И также есть еще один музыкально-документальный фильм «Шуман» «Клара Брамс». Это уже Германия. И авторы фильма уделили большое внимание судьбе и творчеству Роберта и Клары Шуманов. Поскольку их жизнь была очень тесно связана с Брамсом, фильм подействует и о нем тоже. Поэтому это рассказка, так сказать, о легендарном тарио. И также присутствуют исполнительские исполнения музыки. И я думаю, что вам тоже это поступок понравится. Это просто, а их не просто тюба. Ну, а сейчас я хотела бы рассказать еще о личной жизни. Композитор, я думаю, всегда личная жизнь очень интересна всем, потому что без, как сказать, спецлетен и таких пикарных подробностей человечеству, думаю, было бы скучно жить. Поэтому в жизни Аганца Брамса было много женщин, но ни разу композитор не соединил себя брачными вузами. И он выбрал жизнь холостяка, чтобы творить эту самую прекрасную музыку, которой мы можем наслаждаться сегодня. До конца жизни Брамс оставался за коренелым холостяком и множество сплетен о его отношениях к женщине преследовали его. Личная жизнь знаменитых людей всегда была предметом живого интереса. И Брамс, большой нелюдим, как он себя называл, сам того не желая, оказался в центре внимания венского общества. Разный интерес к его осознанному выбору одинокого, бессемейного человека питали не только поклонники его таланта, но и простые обыватели. Первый раз, когда Брамс приехал в Вену в весне 1863 года, и красота австрийской столицы Саларзе уже пьянила его. В письме к другу он отзывался о городе так. «Веселый город, живописные окрестности, даже доброжелательная и живо на все реагирующая публика. Что еще нужно артисту? А кроме прочего, тот дух великих музыкантов, что живет в каждой плитке венской мостовой, в каждом мгновении ветерка, в каждом взгляде прохожего венца. И вскоре композитор поселяется в городе Бетховеном и Шубертом. Он быстро вошел во вкус, активность на личной жизни, оценив приятную компанию и отличную кухню. То есть он хорошо жил, я бы сказала, в Вене. Он был человеком удивительным, полной внутренней скромности и глубокой доброты, который, впрочем, прятал под панцирем извительности. И вот с годами у него, к сожалению, этот панцирь, он все рос, рос, и он был очень, очень удивительным. Брамс нравился женщинам и охотно влюблялся сам. Еще в Гамбурге, где композитор руководил женским хором, его очаровала молодая хористка Берта Парубски, жительница Вены. В Гамбурге она пребывала проездом. Их роман, если его так можно назвать, закончился в тот момент, когда Берта вернулась в Вену и вышла замуж за богатого предпринимателя. Вместе с мужем они продолжали общаться с Брамсом и поддерживать предприятийские отношениями. И как раз для первого инсибирта Брамс напил сал, одну из своих нежнейших колыбельных, которые там сейчас играют. Гамбург. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья Брамса были уверены, что пара вот-вот объявит о помотке Настал тот день, когда необходимо было принять решение И вот тогда-то Брамс и разорвал знакомство с Агатой Испугавшись без обремененными тягостными обязательствами Он ей пишет Я люблю тебя, и я жажду увидеть тебя опять Но мне нельзя быть связанным Напиши, могу ли я вернуться, чтобы обнять тебя Агата чувствовала себя глубоко оскорбленной А чуткий Брамс, конечно же, винил себя усом И он тоже посвятил ей сделать музыкальную работу Это секстет сочинения 36 Как раз вот для нее Агата много лет оплакивала потерянное счастье И в конце концов переехала в Ирландию, где и вышла замуж Ну, конечно, сколько раз можно ждать Вот, к сожалению, он разбивал сердца девушкам Но они все равно не страдали, они выходили замуж Вначале страдали, а потом выходили замуж Творческие люди, они очень сложные И характеры были такой же сложный Потому что нужно отчерпать вот эти эмоции И, конечно, очень лень свободы и прав Это очень тяжело Поэтому я его очень хорошо понимаю Следующей избранницей Брамса стала 17-летняя Элизабет фон Штокхаузен Брамс преподавал ей азы фортепиана Кстати, их знакомство стало перерастать в нечто более серьезное Когда в 1864 году Брамс попросил Элизабет найти себе другого преподавателя То есть он опять испугался И опять у него ничего не спросилось Вот, только после свадьбы девушки к другим Он снова стал видеться с ней И даже посвятил ей знаменитые рапсоди для фортепиана Сочинение 79 Вот опять же, да, пример, когда Брамс посвящает Свои бывшие музыкальные произведения Вот уже третий пример Долгие годы Брамс оставался хорошим приятелем этой пары Но с каждым годом он становился осторожнее в общении с женщинами Вот Но у него была слабость Красивым, молодым и кибицем Фермина Шпис Сильный голос и веселая девушка Слой на одной из выдающихся собранных того времени И Брамс познакомился с ней в январе 1883 года Где был гостем в доме друзей Летом он с ней опять встретился уже в другом месте И это был разгар его работы на третьей симфонии Несмотря на существенную разницу в возрасте Между ними возникла симпатия Которая началась, переросла в серьезное чувство Композитор сочинил для любимой песни Сочинения 96-97 И в последующие года он ее часто сопровождал В ее гастролях и в туристах В Гамбурге, в родном городе Брамска Уже считали, что вскоре они поженятся Но несколько лет спустя Фермина вышла замуж Совершенно другого человека Еще одна Алиса, забоевшая жертв Нежное сердце композитора Около 1890 года Тоже стала несравненным интерпретатором Его произведений Чтобы исполнять вместе с ней Любимые песни Брамс после многолетнего перерыва Сел за фруктопьяном Он также ей аккомпанировал На ее прощальном концерте Когда она гласила, что уходит со сцены И это случилось незадолго до ее замужества с графом В последствии у Брамса было еще немало Сердечных отношений с женщинами И все очень ревно следили, конечно, за его связями Анализируя типичные черты любовных союзов Брамса Некоторые музыковеды Считают, что пытались дать несколько ответов на одиночество И приоткрыть занавес этой тайны Почему уже композиция так был один Вот я сейчас подошла к самому основному Это его самая дорогая подруга сердца Клара Шумана Жена Роберта Шумана В общем, он влюбился в жену своего друга Ни одно поколение исследователей Искало ответ на этот вопрос Что именно так сильно связывало Эти выдающиеся фигуры того времени И ни у кого не удавалось это разгадать Отношения их были многогранными, глубокими, искренними В них были сплетены уважение, внимание Интерес творчества друг к другу Дружба, любовные порывы Каждый год Клара и Брамс проводили вместе Несколько дней отпуска Впрочем, с годами между ними возникло недопонимание И хочу сказать, что когда Брамс знал, что Клара тяжело заболела Он уже знал, что она умрет И после ее смерти, конечно, Клара прозвелся очень тяжелым путем И спустой год уже умирает Брамс Ну, вот такая у него биография Как сказать, корькая я бы сказала Потому что он не познал радость семьи И не стал так родцом Но зато он вам сочинил очень много красивой музыки И сейчас я вам сыграю еще один венгерский татарик Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот такая красивая музыка И она вся такая трагичная Я надеюсь, вам понравилось И теперь мы с вами увидимся в следующий четверг У нас осталось всего 4 композитора Эти лекции будут продолжаться до конца мая Увидимся в следующий четверг в 5.30 Пока! Пока!